Неприятно вас огорчать, но деньги делаются не из бумаги и не растут на деревьях. Банкноты на 25% состоят из льна и на 75% из хлопка, поэтому они выглядят так по-особенному. В 19 веке деньги делали из пергаментной бумаги, поэтому их легко было подделать. Летом Эйфелева башня становится на 15 сантиметров выше. При нагревании частицы некоторых веществ начинают двигаться активнее и расширяться. Этот процесс называется тепловое расширение. Когда температура понижается, вещество снова сжимается. Такой эффект более всего заметен в газах, но его можно наблюдать и в жидкостях, и твердых веществах, включая железо. Если слепить снежок и попытаться поджечь его с помощью зажигалки, он не растает, а сначала почернеет. Затем он начнет исчезать, но воды вы не увидите. В этом явлении нет ничего сверхъестественного. Снег тает, но этого не видно из-за структуры снежинок, которые как бы отводят талую воду, и он поглощается оставшимся относительно неплотно упакованным снежком. У Луны когда-то была атмосфера. Около 4 миллиардов лет назад на ней произошло несколько извержений вулканов. Они выбросили огромные объемы газа, триллионы тонн. Газа было так много, что ему не хватило времени вырваться в космос. Вот так сформировалась атмосфера. Как и в случае с куриным яйцом, в яйце страуса эмбрион окажется только в случае, если яйцеклетка была оплодотворена самцом. Иначе внутри будет только белок и желток. Размер такого желтка равен 24 куриным желткам. И одним страусиным яйцом можно накормить араву из 10 человек. Но страусиные яйца не такие вкусные, как куриные. Те, кто их пробовал, говорят, что на вкус они похожи на куриные, но при этом жирные, маслянистые и сладковатые, и вкус у них более насыщенный. А еще они богаче магнием и железом, чем куриные яйца, но содержат меньше витаминов А и Е. В одном страусином яйце содержится около 2000 калорий, а в среднем курином яйце всего 75. Готовить их весьма рутинная работа, поэтому вы вряд ли будете есть на завтрак каждый день. У них очень толстая скролпа. На такое яйцо можно встать обеими ногами, и оно не разобьется. Чтобы приготовить омлет из страусиных яиц, понадобится дрель или молоток, а также очень большая сковорода, чтобы в нее поместилось яйцо такого размера. Нет, больше! Да, такая. А варка яйца займет почти 90 минут. Недавно, впервые за 130 лет, ученые решили пересмотреть генеалогическое древо динозавров. А все из-за двух видов динозавров, которые следовало сгруппировать вместе. Ящеротазовых хищников, вроде тираннозавра, и птицетазовых травоядных, вроде стегозавра. Люди все еще эволюционируют. Ученые отслеживают несколько миллионов человеческих аномалий. Оказывается, некоторые вредные гены постепенно уходят из ДНК человека. Звук распространяется под водой почти в 4 раза быстрее, чем в воздухе. Вот почему у дайверов часто возникают проблемы с определением направления звука. В бананах содержится калий, и он слегка радиоактивен. Но чтобы ощутить негативные последствия радиации, нужно съесть 10 миллионов бананов. На Луне тени темнее, чем на Земле. Это потому, что атмосфера на Земле рассеивает больше солнечного света. Но если бы вы могли побывать на Луне, то увидели бы такие темные тени, что не смогли бы даже разглядеть, куда двигаться. А еще на лунной поверхности есть свежие следы. Нога человека не ступала туда уже несколько десятилетий, но следы выглядят так, как будто их оставили только вчера. На Луне нет ни воды, ни ветра, и ничто не может разрушить эти следы. Так что они могут оставаться там в своем первоначальном виде миллионы лет. Если вы собираете вещи, чтобы отправиться в космос, то первое, что придет на ум – это скафандр. Но в космосе можно находиться даже без всякой защиты. Правда, не более 15 секунд. Затем произойдет потеря сознания, потому что кислород перестанет поступать в мозг. Океан выполняет много важных функций. Во-первых, он производит от 50 до 80% всего кислорода на Земле, а значит, поддерживает нашу жизнь. А еще он помогает интернету работать. Так что, когда вы смотрите смешное видео или любимый сериал, скажите за это спасибо Океану. Воздушное пространство Диснейленда имеет уровень защиты Белого дома и Космического центра Кеннеди. Без специального разрешения пролет над тематическим парком запрещен. Ограничения ввели в 2003 году по соображениям безопасности, так что теперь над парком не летают ни самолеты, ни дроны. Как насчет аппликатора для масла в виде клеевой палочки? С этим изобретением готовить бутерброды по утрам станет намного проще. Главное – не перепутать его с настоящей клеевой палочкой. Бальзам для губ с беконом – отличное дополнение к масляным палочкам. Этот продукт уже можно найти в продаже. Представьте, как перед выходом на улицу вы смазываете губой кусочком жареного бекона. Да, о вкусах не спорят. Бананы – это вкусно и удобно. Благодаря плотной кожице они не ломаются, если носить их с собой. Но некоторым кажется, что естественной защиты недостаточно. Им не нравятся кричневатые пятна на желтой кожуре. Специально для них было сделано одно из главных изобретений 21 века – контейнер для бананов. Он надежно защитит банан от опасностей, которые подстерегают его повсюду. Как заставить кошку отрабатывать деньги, которые вы тратите на ее корм? Пусть она убирается дома. Японские инженеры придумали для кошек тапочки для сбора пыли. Кошка ходит по дому и попутно собирает пыль. Трудно сказать, что по этому поводу скажет кошка. Объятия полезны для здоровья. Они снимают стресс и помогают организму вырабатывать эндорфины – гормон счастья. Прототипом счастливой девочки в логотипе Вендис стала дочь создателя этой сети ресторанов Дэйва Томаса. Венди – это ее прозвище. Если присмотреться, на ее воротничке можно заметить слово «мама». Оно стало символом домашнего уюта. Время 9.41, установленное в рекламе iPhone – не случайный набор цифр. В 2007 году Стив Джобс впервые представил iPhone широкой публике после презентации длиной 41 минуту ровно в 9.41 утра. Первый логотип Apple был разработан в 1976 году и изображал сэра Исака Ньютона под яблоней, на голову которого должно было вот-вот упасть яблоко. Многим он показался сложным, поэтому Стив Джобс его заменил. Некоторые испытывают страх перед технологиями. Это называется технофобия. В основном это связано со сложными новыми устройствами, такими как компьютеры, но корнями это уходит во времена промышленной революции. Это началось в XVIII веке, когда рабочие боялись, что новые машины лишат их работы. Основатели сети Доминос изначально планировали добавлять точку к домино в логотипе каждого нового заведения, которое они открывали. Но сеть росла так быстро, что было решено оставить точки лишь у трех первых ресторанов.